За полувековую историю существования дома 21А по улице Чернореченской не было зафиксировано ни одного отравления угарным газом. Практически в каждой квартире этого жилого дома установлены автоматические колонки. Так безопаснее, утверждает Марина Штыкова и на всякий случай держит окно чуть приоткрытым. Помещение, где присутствует газовое оборудование, нужно проветривать дважды, а то и трижды в день. Приходят, все проверяют, и колонки, и счетчики регулярно, каждый год оповещают. Я считаю, что это правильно, потому что все-таки это очень опасное оборудование, и за ним нужно правильно ухаживать, смотреть. Только за три недели Нового года в Самаре было зафиксировано пять эпизодов отравления угарным газом. Пострадали 13 человек, из них шестеро детей. Случаи отравления участились с приходом в город минусовых температур и морозной погоды. Одни жители плотнее закрывают окна, другие предпочитают отапливать квартиры при помощи газовых плит. И то, и другое, по словам специалистов, делать категорически запрещено. С другой стороны, человеческий фактор далеко не всегда повинен в случаях отравления продуктами горения. Многое зависит и от обслуживания газовой компании. Техническое обслуживание либо не проводится газовым оборудованием, либо проводится ненадлежащим образом, не сертифицированными специалистами, не в назначенное время с нарушением периодичности, соответственно, это тоже влияет на безопасность. Открывать двери таким не сертифицированным специалистам уже устали жители по улице Вольская, 44. Не так давно угарным газом в этом доме отравились два человека. К счастью, люди вовремя среагировали и вызвали скорую. Обошлось амбулаторным лечением. Правда, теперь жильцам дома Повольской, 44, приходится готовить себе еду на электрических плитках. Газовики отрезали часть трубы и подачу газа. До выяснения обстоятельств происшествия. Головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах и слезящиеся глаза – это явные признаки отравления угарным газом. При таких симптомах необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Даже если у вас есть сомнения в том, что причиной такого самочувствия стал газ. В некоторых случаях наблюдается вялость и сонливость. Могут отмечаться нарушения работы вестибулярного аппарата, потери равновесия, координации движений, расстройства слуха и зрения. Необходимо пользоваться только исправным газовым оборудованием, следить за системой вентиляции дома. Особенно это касается тех, у кого установлены пластиковые окна. А сейчас у нас у большинства у кого пластиковые окна. И все им известно, что если пластиковые окна установлены без вентиляционных отверстий, то зачастую это может быть причиной отравления угарным газом. В управлении МЧС в очередной раз напоминают, отапливать квартиры при помощи газовых плит нельзя, несмотря на суровый минус на термометрах. Для этих целей лучше использовать обогреватели, электрические полы и кондиционеры. Морозы так или иначе уйдут, а вот жизнь человеку дается лишь однажды. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События. Ольга Павлова, Василий Калдашов.